Вы слушаете канал жаж.клаб, все о неандертальцах. Жили неандертальцы в пещерах, а затем стали строить в качестве жилищ хижины, или шалаши, из костей и шкур животных. В центре таких жилищ имелся очаг для приготовления пищи. Также из шкур животных изготавливалась одежда. Орудия труда, изготавливаемые неандертальцами, относятся к мустьерской культуре, 320 тысяч лет тому назад. Орудия изготавливались при помощи ретуширования, откалывания от специальных ядрич, нуклеусов, широких пластин, очипов. Из этих пластин изготавливались нужные орудия труда, ножи, скребла, резаки, проколки и т.д. По-прежнему активно использовались рубила, которые стали более совершенными, лучше затачивались. Также, помимо каменных и деревянных орудий труда, неандертальцы активно использовали орудия из костей животных, в первую очередь, костяные наконечники для гарпунов и копий. Копья и гарпуны, с костяными или каменными наконечниками, первое метательное оружие. С помощью них неандертальцы охотились на крупных животных, мамонтов, медведей, шерстистых носорогов, диких лошадей и т.д., и занимались рыболовством. Также активно занимались собирательством. Все это – присваивающие виды хозяйства. У неандертальцев впервые возникли религиозные представления. Они верили в загробную жизнь, о чем свидетельствуют их погребения. Трупоположение на боку, в позе эмбриона, и посыпание охрой или цветочной пыльцой. Рядом с трупом клали орудия труда, кости, цветы, мясо. У неандертальцев также был распространен ритуальный каннибализм, в отличие от каннибализма, существовавшего у людей прямоходящих, который был вызван практической необходимостью. Также у неандертальцев существовала магия, тотемизм, фетишизм. Особо часто встречаются культ медведя, питона, культ зубра. В рамках этих тотемических культов, неандертальцы сохраняли черепа выше названных животных. Продолжение истории читайте на сайте jah.club